Субтитры делал DimaTorzok 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 Гранат здесь никаких не присутствует Субтитры делал DimaTorzok 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 Броки щелкает первого Принимает решение не спрыгивать пока что После смока Ловит флешку в глаза Надо десантироваться Делает это Знает точно, что один планетер Пытается найти дальнего Находит, но навк в размене Ну и вот ситуация большинства Все же Этот дуэт Ну, судя по всему, да Подсказывают Подсаживают явно не скаут Это логично Оу-оу-оу-оу Ну, лишь один минус И... Ну, явно это не то Чего ожидали сейчас фейзер Из подобного мула Да все Там шведы знают Два игрока еще Минимум находятся На ВЦ Просто Как орешки щелкают Этот момент На оверпасе То есть по личному потенциалу Раньше они пытались там Оигрывали, да, этот оверпас Ребята Ну, вот Если будет разнообразие Это, конечно, будет Во-первых, интереснее смотреть Во-вторых, возможно Будет более эффективно Но пока что более эффективно Оказывается на IP В этом раунде Лобский ЗТР По минусу дали Дверь открывается Все это слышал и контролил ЗТР Три хп просто Острелся Керриган, да Хэдшотик повесил Сочный, конечно Искры из глаз Полетели в игрока Шведского коллектива ЗТР Но он не оплошал Свой минус сделал Клдзер последний У него П-250 Ну и тут уже Дело техники И времени И вопрос Кто Больше Заберет его А не Возможно здесь, кстати Это звено ланга бомбу Подрежет каким-то образом Если все пройдут Тихой сапой Без инфы То Керриган в точке А это спина Которая будет замыкать Успеет бомбу подрежать? Нет Нет Рейна заметил навк Приходится все-таки Броки идти В обратном направлении Ну а он уже читается Он уже читается И Решил пойти в молик И героически погиб Безумству храбрых Что называется Поем мы песню Все планы рушатся Сейчас То есть клан Это явно Обсуждали Девайс около Зера Кстати классная позиционка Сейчас Не всегда у нас там Могут проверять Игроки атаки Ее И ЗТР тоже в этом раунде Не отличился Особой внимательностью Твист Падает от Хампуса Хампус На месте Два минуса от него И Броки придется Тут первого надо как-то Через Мки находить Может быть на чуечке Броки и сыграет Так Броки В упоре навка нет Даже с ним не справляется Девять Да По опорникам Здесь все Весьма Худо-бедно Больше Больше бедно и худо Да Ну есть спина Хампус Кстати Тем не менее Физы сейчас Ну бомбу поставят точно Вот если Хампус в спине Сработает Будет здорово конечно Но там Холдзер уже Его контролит Хампус Две головы дает Как ему это позволяют Делать троих Забирает Холдзера Дружище Проспал Просто проспал Хампуса Не ну он же не думал Что так все плохо будет Что прям вот бомба Открытая под Хампуса Ну увильнул Но думал что соперник Будет как раз И с ним стрелять С брокки Ну за один промах Ну за один промах Простит А даже выстрел Сделать ему не дал 8-9 Физы выстояли Все-таки Понятное дело Снайпер Вряд ли бы Слепал Калаш Пытался заработать На снайпер Спринтовку Своими усилиями Этого сделать Ему не дали Твист Догрязает Зитера Слышит Холдзера Проход на себя Патронов много Ну Кстати Не забирает Даже двоих Только одного Так Эрриган Твист Ну тут твист Просто в ряд Сейчас двоих кладет 9-9 Физы Все-таки Окончание раунда Большинство По-прежнему Зачитано В любой момент Все может поменяться Если Зитера Забирают без размена Тут даже и разменом Не пахнет Да Легкий минус 2 Для него Отличная флешка И атаки И защиты Находят М Скинул коллаж Тиммейту Сам стремился В это путешествие Флешка Выжигающая глаза Причем Это от защиты Рейд впадает В голову Зитеру РС РС Забирает еще и второго Броки На монстре Остается в паре С Твистом Твист вообще Через короткий Та играет И может Сейчас не простить Минус РС Тифус киты Там еще у Хампуса есть И если залетит Но Хампус По трассерам Отрабатывает сейчас По Твисту И NAP все-таки забирает Второй раунд К ряду Тает слышал явно Аудио информацию РС Флешечка есть Код голд зеру Но опасно Под бразильца Подставляться Так-то Так-то РС погибает Плопски на размене Твоих в ряд Просто можно стелить И это делает Хампус И Зитер Как же неплохо Нашивает Два в два Тут навык должен отрабатывать Либо вообще Свапнуться девайсом И Зитер Надо тащить Это фейсам Критически важный момент Для них Броки по итогу Один Как-то вот Рейна Ну вообще бесплатно Забрали на самом деле Все, я знаю Для Броки Один смотрит И NAV NAV проигрывает дуэль Но это раунд Теперь для Броки А как Ну NAV Ну нельзя такое Продавать было Сейчас Дуэль 1 на 1 Неприятности И ловушек Ну сейчас осталось Досмотреть момент На шарте На болоте Керриган замечает Этот выход Спреет до конца Свои 35 патронов Первого, второго, третьего Всех просчитал Капитан коллектива Пока проходу гет-атаки Очень интересный Кстати раунд Может получиться Сейчас опять же В ловушку просто Идут фейсклан Им бы забрать Банк или лестница Ступеньки Но NAV Слонга делает минус Втроем уже остались Еще одного Цепляют По итогу Просто фиаско Выход от фейсклан Вот Не знаю Насколько они Задачились Вот резом Но Как бы я не знаю Любая команда Играющая оверпасс Против NIP Должна начинать Как раз С курилки душевых И проверять Там реза Что он там постоянно А фейсы На этот момент Забили И оказались Просто в западне Но он две позиции Все равно не закроет Как бы Выход сейчас С хелпы Смотрит Там если бомбу подрезать То может очень неприятно Быть И плотки Там три минуса Оформляют Кулдзера Бразилец Один на один Оставляет Броки Пять секунд Бомба успеет поставиться Навк точно знает Что соперник в лунте Ждет флешки Флешки нет Вот она полетела Броки все же уходит За столб Так А китов Китов нет Там дело не в китах Я думаю Уже перестрелка будет Неизбежна И броки Ну если посмотреть По перемещению Вроде бы Более в плюс Но сейчас Навк Имеет шанс Хороший И очень промахивается Навк Как же это было важно Для него За колонной Мансует его соперник Но Броки Выключает Навк Еще просто Аннигиляция происходит Слушай Там у Броки Сердце в пятки ушло На этом клатче И как раз в пятку Навк попадает Он же в ногу зацепил его И нейтрализовал Ну жесть конечно Понимает Понимает Как фейзы В принципе играют Так Рейн Стак найна Вываливается под Навка Герой Злости Забирает Вифт Керриган Еще по фрагу дает Реально На злости Раунд Который Хампус Еще может заденайить Но Тфин Андерсон Тоже на месте Рес такой Что это было Вообще пацаны Так а это раунд Посмотри Там денег Теперь у АНИП нет То есть Керриган Сейчас подбирают Авик Подбирают Эмки Если больше Никто не погибнет Вообще шикарно Две эмки Плюс выигранный раунд Плюс снайперская винтовка Не знаю Насколько она нужна Нужна будет в атаке Но тут еще Да Все-таки докручивает Завиком Не по тяжко Хампус Уже на Б Третьем Четвертый Из девятки Это как раз Кинавкс С его скаутом И вот сейчас Разложит ли так Дэмэдж Филигранно Что будет достаточно Этого для встречи Этой атаки Пока нет Пока вообще Ни в той степени Ни у кого Не полетело особо Вдвоем против Четырых остались Рез в спине Рез в тот самый Пресловой Тиммейт байтит Конечно на себя Да Делает минус Рез Вдвоем против Троих Но Теперь один Два хп Оу В руки Его тоже находят 14-14 Кстати Который может сыграть Два Ай-яй-яй Правда флешка прилетает Кто не пикает Хотели услышать топ От Молик Еще обжигающий В этом моменте Можно ловить Навк своего забирает Просто минус рест Вот это помог Вот это пришел Вот это помощник Да И правда С базы Б пришел Я помогу Окей Лови хэдшот И фейзы Смотри Как хитрой они играют Они сделали сейчас Два минуса И вновь под базу Б Перетяжка идет Обменная Да там остается Зитер отыгрывать Но он здесь соло Хотя вот плопски Вроде бы тоже уже рядышком Так Зитер Зитер с фамасом Там опять же Из трех девайсов Два фамаса Хороший темос Плопки забирает Керригана Подожди Тут еще не все сказано Там еще дамаг Прилетает Хапу Забирает Колдзеру Ай-яй-яй-яй Какой пожар происходит ТНП Ну теперь Тянут время 50 секунд У защиты Ну кстати Из гранат Тоже ничего не остается То есть нет никакого Смока на монстр Но стер отбивается Размен моментальный Размен даблой Оформляет броки Три в три Выжигаются рампы Навк готов Фитрализовать мостик Мостик-то не выйдет Бомба Уже в точке А тут спина уже Начинает карать Хампус Минус рейн делает Двоем остаются Фейзы Броки промахивается Как же важно Здесь было сделать фраги По итогу Навк доживает Еще и твиста В этот смог 14-16 Какой же фактовой ситуации На IP были На счетке 14-14 В меньшинстве Похуже девайсами Но тем не менее Они справились И здесь все-таки Добывают победу На карте оверпасс Хоть и с большим трудом Но шведы Не сдались И сломили В общем-то Атаку фейсклан И забирают Первую карту себе В актива А далее карта трейн Которая Вообще пока что Не совсем понятно Что там все-таки Попадет ли Керриган смоком Смотрим внимательно Да Элегранное исполнение CTR понимает Что в принципе Пропускать на тупике Не очень хочется Соперника Нуряет в этот смог Но его все же Нейтрализуют Стартовый дэмэдж Помог в этом моменте Очень серьезно 5-4 со старта Для коллектива Фейсклан Есть конечно Обратный смог Еще от защиты Там подходит игрок Вот этот смог Играть Это как раз таки Хампус Ой А вот тут опасно Минус Зеро должен делать Минус Да Ну вот Инициатива Наказуема На самом деле Теперь опорником Конечно в планете Не так сладко будет Атака по идее Должна Над бегом Просто забирать Эту точку Забирать второго На старом планете И это даже бескорее Ну говорит о том Что может быть еще борьба Это определенно Тут я просто Знаешь Обращался Конкретно Не сможет отдаться А так и происходит Спина Вообще Рейн даже не смотрел Что-то какую-то Гранату там готовил Собирался тиммейтом Хелповать Ну в ловушку идут Откровенно фейзы Времени кстати Не то чтобы так много Да все Перетягиваться на базу Б уже никто не будет Нащелкивает Хампус Еще одного Сейчас бы колдзера Еще добить Так же Ну 5 в 0 Выигрывает Нюпы Я не знаю Это Какая-то чудо Команда Времени там Когда 20 секунд До кончания раунда В синеглазе Хампус Наблюдает Стреляется с мейном Ну все-таки Для него было проблематично Выживать Рейн попутным ветром Отправляет Резом наблюдателей И в меньшинстве Фейзы все же Одержали для себя Должны фонда Рейн продолжает Душить еще один минус Но вот навки Плопски Завершают раунд Победно для Прибавит жестко То Там уже выход на навки Правда это АВП И конечно же Выключает первого Плопски Поддержал Верхняя волна Все под контролем Пережимает И третьего Шикарно сыграно Но все же Решил не воевать Твист Который выходит Из-под мейна Рискует падающим положением С двух сторон Его перекрывает Но твист Выкручивается Фрагом по хампусу И вот большинство Сформировано Плопски Решил поджать На размен Увы неудачно Рез сжигает Твиста Твист за Герригана? А как же так? А как же так? Рейн уже под Б. И последний с ДТР. Ну, это Аук. Можно постараться. Коротко, перестанцы. Выстрел в голову. Все же одного перестрелял. Но сам-то красный. 19 хп. Гроки не составило труда добить. 55 секунд на весь этот выход. Сейчас смог развеяться. Проходит игрок. Фейзов, потов. Факарус об этом не знает. Да и, в принципе, нормально. Твист. Ну, твист прошел, но... Хорошо прям. Твист прошел, но без разницы. Даже вместе с бомбой. Как бы все тиммейты, которые... Долго готовились, за что и поплатились целым раундом. Но, может быть, это только, знаешь, было знамение к настоящей игре. Все же деглы, в который раз я отмечаю фейзов на данном оружии. И в который раз они не могут адекватно пройти без размена. Хотя, сами по себе, пока в враге выглядят уверенно. Рез в спине. Двоих похоронил. Бомба выпала. Броки и Керриган добывают трофейное оружие. Так вот, использоваться им нет возможности. Рез еще один минус. Броки последний. Рез просто. И что делать? Подрезает и подрезает. Отрезает и отрубает по одному игроку. Как бы бомбу изначально выбил, убрал двоих. На этом как бы все было отреза. Вот в чем вопрос. И смотрится ли вообще спина. Ну, вроде номер 9. Твист как раз таки подглядывает. Никто не смотрит. Сейчас будет Габелла. Ну, минус один. Кстати, не стал искать второго. И, скорее всего, это была ошибка. С другой стороны, наук вырубает Рейна. За сайтом выйдут лобские. Перестрелки вполне себе ничего. Только вот бомбу донести до пунта трудно. Твист контроинициирует. Это приносит преимущество по сайту. Бомба стоит у нас на линии. Два ВП. На выбивании. Да, две снайперские винтовки. Как бы если сейчас выйти подставляться. Не, не. Не видели этого друга по-прежнему. О, продано. Не, ну, Терегена прочитать сложнее в разы. Дочанин-то у нас лавирует за Оил. В ту сону, в которой, как раз таки, защитник и не будет смотреть. В слепой зоне. И, все же, как разворачивается топот. Аудиоинформат. Какие чувства. И GGP дает следующий коэффициент. Победитель второй карты. 1.55 NIP. 2.35 Face. Клан. Пока что по делу. Учитывая, что это Трейн. Вообще по делу. Рез в очередной раз аннигилирует. Минус два от него. Калдзер расправляется с игроком на сэндвич. Наук. Ну, чуть промазал. Это особо не играет роль. Ведь ZTR-то на халпе. Отличное прикрытие. Калдзеры еще один фрак добывают. Вроде как и под сайт подошли. Но, увы, пронести бомбу не сумели. 7.2. ZTR на поджиме зелени. Вот впервые NIP агрессирует на зелень. И это может получиться даже ничего. Если же броки не перестреляют. Угол обзора пока был получше у террелиста. Броки выключают оппонента. А молик-то догорает. Неудачно. Кстати, рест одного-второго топит. Какая боль. Ну, даже лучше для шведов получилось. Такой этот молик. Вот стоял бы он на... Да, что два смка у нас на данный момент вверх-низе. Ну, сами себе сделаем, да. Сами себе на выход. Слэшка от Карригана полетела. Молик в район тормозов. Кстати, неплохой достаточно молик. Но уже двух тиммейтов потеряли. Рейн последний против четверых. Придется капитулировать. И вот так вот. Да, там стопроцентный винрейт. Австралийский пусть и винрейт. Они взяли его сами за баннеры. Сразу и пикнули от Рейн просто. Гениально. Их никто не переплюнет в этом моменте. Плефанули так плефанули. Так. Ну, а тут выход на тупики. Две головы собирает Зитеру. Очень легкие. Как бы и раунд со старта... ...итака во всеоружие готовы принимать. И как раз таки первым номером выступает Рейн. И вот эта волна, которая была у нас... Это линия защиты. Она не пробита. Какое-то делать. Или же все-таки до конца базы Б. Так. Ну, капитаныч дал старт. Главное это доработать. Сам раунд, Хамс первого принимает, Клопски второго, третьего хоронит. И Брокис АВП засветился на карте. И тут же был уничтожен. В общем, в сторону коннектора. Ну, а сам выход намечается под Б. Через верхнюю линию. Сейчас забили Фейзы, просто оставили люркера. Рез в мой спине. Какая больно. В который раз выходит в спину через ВН. Рез одного забрал. Нав принимает выход под Б. Все было замечательно до фрага от Твиста. Ну и выбивание 4 в 3 в большинстве для них. Чуть, побыстрее Фейзы сыграть. В принципе, пока еще момент недоигран. Вдвоем против четверых. Хаешка отправляется в дефолт. Керриган смотрит в спину. Немного не тот пиксель держит. Сейчас посмотрим, хватит ли капитану опытному реакции. Стрельба не пошла. Но все же Реза он в этом моменте выключил. Есть у него Молик. Но Молик уже никак не пробросил. Бомбу отдали, конечно же, и капитан. Рез забивает Рейна. Поджим от Хампуса. Явно не читается данный тайминг. Хотя, который раз защита играет под сотку. И Броки, да, замечает. Будет ли адекватный ответ. Да нет, больше игрок защиты заметил. Ну, скопчик. Нормально. Уйти не смог. Да, Брой. Хоронит его. Но по итогу все равно. Остается один против четверых. Крутиться, вертеться. Ничего не получается. Айсом начинает его триггер. Группа настолько близкая, что и неконтролируемые результаты. Каждый у каждого может выиграть. Что, в принципе, каждая победа здесь на вес золота. Ну и поехали. Первый хэдшот от Рейна. Крист принимает очень жестко зелень. Ой-ой-ой. Вот это пистолет. Кстати, набросили флешку, набросили Смок. А господина Реза так и не видели. То есть, ушел он или нет, инфы нет. Тут пошли Смоки от атаки на выход. Уже на открытую базу. Броки, судорожный спрей, дает минус 2 все же. Но это 3 в 3. Он вообще не понимает, прошел под него кто-то или нет. Ну, тайминги. Единственное, что может помочь на IP. Навка будет выживать. В то же время Рез будет... Самая важная дуэль этого раунда. Ее выигрывает Броки. Ну, 20 секунд. А бомбу поставить-то можно, на самом деле. Чисто укрепить экономику. Почему бы нет? Вот дадут ли здесь ее поставить. Ножки там, скорее всего, будут. Сейчас видны. Не, пальцы. Дали поставить навку. Отбивается, но недолго музыка играла. Все же бомба была для ИНАЙПИ. Это хорошо, но раунд для Фейска. Палочка-выручалочка. Вдруг ее и не хватает. Но тем временем без нее должны справиться. Все же класс оружия будет поярче у Фейса. И Рейн с Фамоса увольняет Реза. Выход под П. Главное, это бомбу поставить. Для того, чтобы в следующем по максимуму для себя набрать и гранат, и Дэвайсом, этим ИНАЙПИ, конечно же, смогли удовольствоваться на данный момент. Твист вырубает одного, погибает НАУК. Счет становится 11-7. А вот команда НИПС следующий. Приятные новости прилетают как раз-таки отреза зелени для команды Фейсклан. Минусует Керригана. Твист вообще ничего не видит. Там и Смог, и Молик лежит. Пропускает игрока на ТУ-5. Второй выходит, его забирает. 3-2. Вкусно. Команда ИНАЙПИ уже, оказалось, у сайта Рейн приговаривает. Плопский носит ИР, зажим, и он был похоронный. Как бы зониться нечем, Фейскланы придется принимать этот бой. А это уже больше походит на сплит-атаку на базе А. И как бы это, опять же, не выглядело как зажимание. Броки промахивается. Ответ на размен полетели. Плопский минус 2, твист минус 2. Ну и атака так и не вышла. По итогу вариации особо нет. Бомба выпала, надо идти НАВКУ. Времени 20 секунд. Он погибает. Хампус не успевает халпануть. В этом моменте своему снайперу и все же твист-компания. Дисцентироваться на ВН. Рейн против НАВКУ. Кто кого? Ну, определенно НАВКУ выйдет на контакт. По углам, по пикселям. Керриган успевает набрить хампуса. Тот же уходит под сайт. И все же НАВКУ выруливает. Очень вовремя был сделан минус. 50 секунд до конца. Рейн уже оказался в спине. Ну, Керриган читает. И как бы уже информация добыта. Смещение от 8 номера на халпу. Хватит ли этой линии? Ну, вот диагональ крайняя. Батна, если РС не умрет, это боль. Ну, верхниз, да, действительно стоит. Не напрягает никак атмосферу. Только сейчас под флешки ворвали. Керриган еще один фраг сделал. 2-3 это меньшинство. Потеряли НАВКУ в последний ЗТР. Очень долго верхниз выходил. Вот два игрока, я постоянно за ним смотрел. То есть уже тарон просто его. Ничего не дадут сделать. Смотрим. Контр-флешка. Хампус бровью не повел. Замечает ножки соперника. Не понимает он, что поблизости был еще и твист. Вот это, кстати, плоды того, что 3 раунда подряд сотку не занимались. Абраздельцы могут мечтать на самом деле. Хотя ЗТР... Какое-то мечтать, о чем я говорю. Еще и молотоплетает под коннектор. И денег хватает. Сохраняют какую-никакую дистанцию. Пусть в 2 раунда, но она все же есть с деньгами. Я не знаю, трио. Исполнительская на базе. Сейчас выходи с любой стороны. Ну и вот нет ни одной позиции, которую бы Фейзы изначально для себя забрали. Сотки нет, верхниза нет. Зелень тоже без инфы особо там Керригана забрали. Габелла, я не знаю. Надо было лавировать слушание. Вот оставаться диагональю под плантом, когда у вас отжали зелень, отжали верхниза сотку. Это суицид. Ну как отжали, видишь? А верхниза они не знали. Они набросили смачок и подумали, что НИПы точно в него не пойдут. А если пойду, то они это услышат. Будет какая-то флешка, будет какой-то хаешка, будет какой-то молик. А там Плопский в момент проброса смака никого не увидел. Такой, ну окей, забираем. И все. И три игрока просто безоружными оказались у Фейсклана на точке. Четырнадцатый для НИПов. Тут больше даже не то, что там супер какая-то классная атака у НИПы. Фейзы. Был вопрос, почему Трейн взяли. Теперь этот вопрос раскрывается. То есть проблем очень много, вопросов очень много по их игре и в атаке. Не, вопрос тогда остается на самом деле, почему взяли, учитывая эту игру. Что атаку, что защиту. Ну, тут еще сыграло свою роль то, что НИПы за первую сторону набрали выгодное количество поинтов. И... Сверчков. Вот такой вот последний раунд демонстрируют НИПы. Удеваться некуда, надо идти на выбивание. С КТ встречают Керриган, ЗТР. Еще фармит доллары на твисте. Короче, беспозиционное выбивание, которое по итогу завязло. Даже не близко подбираясь к этой бомбе. Шнадцатый один срадуется. Шведские игроки. И весь штаб. Тот самый привычный буткемп НИП. Ну и, в общем-то, заслуженная победа, если еще на первой карте было... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok